Правда, завершение локаута в НХЛ внесло свои коррективы и в звездный состав матча. Малкин, Овечкин, Датюк вынуждены отправиться в Северную Америку. Однако организаторы были готовы к этому, а поэтому уверены, шоу состоится и без них. Звезд в КХЛ достаточно, у уикенд будет еще интереснее прошлогоднего в Риге, а там играли только участники регулярного чемпионата КХЛ. Однозначно, однозначно получится, потому что, еще раз говорю, наши ребята безумно креативные. Во-первых, они сами по себе креативные, вы помните потрясающий трюк с леской шайбы, помните замечательного нашего певца, хоккеиста Анисиева. Поэтому здесь и ребята сами что-то придумают. Ну, плюс ко всему, мы тоже не лыком шиты, мы много придумали каких-то таких новых вещей, новых конкурсов, в частности, тот же самый конкурс черлидеров. Звездный уикенд пройдет в течение двух дней. В первый состоится конкурс на скорость, ловкость и точности пройдет матч ветеранов, в котором примет участие губернатор Челябинской области. Михаил Юрьевич выйдет на лед в команде Сергея Макарова против команды Вячеслава Фетисова. А во второй между собой сразятся звезды Запада и Востока. Те, кто не попадет на арену, смогут наблюдать за шоу на экранах телевизоров, причем в режиме, аналогичном домашнему кинотеатру. Около 26 камер будет. Понятно, что это уже стандартные для нас, там, старикам на льду. Мы будем первый раз делать хоккей со звуком 5-1, да, что до этого не делали. И, соответственно, установим микрофончики на вратарей, на конкурсы, камеры в воротах, которые в России тоже, собственно, пока не использовались. Сейчас на арене идут последние приготовления к звездному уикенду. Уже залит новый лед. На сиденья в вип-зоне надели синие чехлы, подготовили пресс-центр на 140 журналистов. В нем уже разместили компьютеры и подключили Wi-Fi. Сувенирные магазины обновляют свой ассортимент. Белых мишек заменят на эти два дня КХЛ-овские звезды.